Мы находимся в период, который вы определили как чрезвычайная ситуация. Есть здесь два вида работы. Есть работа внутренняя, которую мы совершаем, есть работа внешняя, которую мы должны совершать. Есть огромный диссонанс между нашим имиджем, я знаю, что вы не любите, когда об этом говорят, в Израиле и между тем, что происходит в мире. Вопрос мой, как мы работаем вот именно над этим? Потому что для того, чтобы нас услышали, кроме того, что источник наук Каббала, есть здесь чисто авторитет, который дает это? Ну, я понимаю это так, что если мы из меня не сделали Мадонну, это действительно большой недостаток, а иначе бы вы слушали, принимали бы с радостью все эти круги. То, что я грязен, да, да, все сделал сверху творец, а почему? Я не понимаю пока что еще все эти детали, но все эти данные соответствуют гарантированно на 100% с точностью максимальной для нашей нужды распространять науку Каббала и исправлять что только возможно. Это и все. Я действую из данных, которые есть, и относясь к ним, как я понимаю, как нужно относиться. Это все. У меня нет с этим никаких проблем. Если бы я на самом деле был как Мадонна, может быть, я бы возгордился и совершал бы разные глупости и вносил бы путаницу. А так это относится ко мне, так это меня оберегает. Они меня ненавидят, я к ним не приближаюсь и они не приближаются ко мне. Ага, нас тогда оберегают в какой-то нашей внутренней чистоте. Это вещи необходимые. Вот эта ненависть снаружи, без нее человек просто пропадет. Ну, представь себе, если бы сейчас мы нас бы вообще уважали, оказывали нам почет. Во всех средствах массовой информации говорили бы, смотрите, какие, аху, как мы нашли, что же произошло. Мы сейчас уверены, что Ханух... Ну, посмотрите на него, какой человек. Мы, конечно же, сейчас... Какой там Ахмеджат? С нами Ханух. Что бы произошло с Ханухом через пять минут? Но только представь себе, да и со мной, да со всеми. Смотри, что произошло с Маше. Человек самый скромный из всех. Сколько ударов, унижения, чего только не было, все время. Без этого желания получать не принимает свою форму. Поэтому я вижу во всем этом вещи необходимые. Не дай Бог, вдруг мы почувствуем себя на каком-то высоте, в глазах внешней аудитории. Это катастрофа. Это признак того, что тебя Творец бросил. Ну, бери и вали. Хочешь почета? Получай. Это смерть. И ты не можешь сопротивляться этому. Ты будешь оправдывать себя на все сто процентов. Да, мне это положено, да, я должен это, чтобы служить Творцу, обслуживать публику. Они будут меня почитать. Они сейчас примут и меня Тору. Ты будешь оправдывать себя на все сто процентов, но, в принципе, ты кончен. Да что? Нет помощи лучшей, чем враги. Нет такого? Они помогают тебе. Это только кажется тебе, что они тебя ненавидят. Потому что ты в своем эго так чувствуешь. Ну, если не в эго. Посмотри. У меня даже во время учебы в университете были такие преподаватели, которые были настолько против меня. Я благодарен им. Я должен был пройти у них экзамены, и я должен был, ну, подавать работу. Ты знаешь? Я знаю материал. Я до сих пор его знаю. Но на самом деле, почему преуспевают евреи за границей? Смотри, что происходит с ними в Израиле. Из-за ненависти, давления. Ну, а как иначе? У тебя нет выбора. Ты должен быть самой лучшей. Поэтому эти вещи, ну, прежде всего, я это принимаю как, что это от Творца. Нет никого, кроме него. А второе, для того, чтобы объяснить, я тебе объясняю, даже без объяснения. Я должен работать во всех обстоятельствах, которые раскрываются.